ПОДПИШИСЬ! Ваня, стреляй, Ваня! Сколько лет вы занимаетесь этим спортом? Я начал заниматься в 9 лет биатлоном. И в 35-36 лет закончил профессиональную прейеру. Так что, что у нас получается? Сколько? 29 лет? То есть, тренировались почти каждый день? 27 лет, да. Каждый день тренировался, даже по 2-3 тренировки. Первые победы были в 15 лет. Но на международном сравнении впервые поехал в 20 лет. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Что бы вы посоветовали те люди, которые хотят быть чемпионами? Вы являетесь чемпионом. Что вам это стоило? Ну, прежде всего, это мечта, желание большое. И несмотря на трудности идти к этой мечте, к своей, пытаться ее реализовать, да, будут сложности, да, будет не получаться с первого раза, но все равно верить, внутренне верить и идти к ней двигаться, к этой мечте. Тогда точно станете чемпионом. А вот на Олимпиадах встречались ли вам с Болгарой? Да, конечно, мы с ними в очень хороших отношениях. С вашими ребятами. Мы каждый год в августе месяце в основном проводим учебно-тренировочные сборы в Болгарии. Бельмикен, знаете где? Бельмикен, да, конечно. Шикарное место. А может быть, кого-то персонально хотите назвать или передать привет? Привет. У вас раньше тренер работал, Борон. Вот хотел бы ему передать привет, пламенный. Мы до сих пор дружим, общаемся, поддерживаем отношения, созваниваемся. Борон, привет. Вот. Ну, как у меня биатлонная винтовка. Российского производства. Российского производства. Би-77. Это новая винтовка, которая сейчас проводится ряд испытаний. Ну, что про биатлон сказать. Выпускается винтовка спортивная для биатлона только в двух местах. Это в Германии и у нас в Бежевске. Масса винтовки не меньше 3,5 кг. Калибр 5,6 или 22 ЛР. Оснащена четырьмя магазинами, так как в биатлоне четыре рубежа. Вот. Система перезаряжения. Кребушек на шатунный. Так, вот магазин, где вставляться в обойму, да? Да. Голом обратно ставите. Вот. Винтовка оснащена различными регулировками затыльника. Каждый спортсмен может регулировать под себя, под свою антропометрию. Вверх, вниз, крюки делать шире, хуже. Щека точно также регулируется по горизонтали, по вертикали. Регулируется прицельная линия биатлониста. То есть, здесь можно посмотреть. Раскручиваться и основание ножки можно менять по размеру и высоте. Вот. Впереди праздники, Рождество. Ваши пожелания к болгарам, болгарскому народу, болгарским спортсменам, также олимпийцам. Я бы хотел всей Болгарии всем пожелать только добра, больше позитива, хорошего настроения, чтобы было все замечательное у родных, близких, любимых. И весь негатив, который есть, пусть он останется в этом году. А в новом году, чтобы у вас было все хорошо, счастливы все были. Ну и наслаждайтесь. Отлично. И в каких городах вы еще были, кроме, ну, спортивной базы в Белмеке? Какие места еще? Ну, я был в Софии. В Вадичной, да, мы туда пролетаем регулярно. В Варна. В Веллинград, ну, это небольшой город. С минеральной водой? Да. Вот как раз туда и ездили минеральные источники. Ну, так как у нас тяжелый график рабочий, ну, место-то тренировочный, да, мы по 8 часов тренируемся в день, по 6-8, поэтому возможности нет особо куда-то съездить. А так как, ну, с Белмекеном мы часто на Белмекене бываем, то оттуда уехать до ближайшего города достаточно много времени надо. А почему Белмекен, Россия такая огромная, здесь не хватает мест? Почему именно Белмекен? Ну, в принципе, там, хочу сказать, что каждый город, они сами по себе по-разному. Сказываются на нагрузке, на тренировочном процессе, на организме человека. А Белмекен, ну, какое-то такое место, где 2000 метров высота над уровнем моря. Как правило, на этой высоте уже растительность минимальная, да, а там, в принципе, растут большие деревья. Вот такая там атмосфера, особенность этого места. Плюс, помимо самого положения, там природа очень красивая, комплекс замечательный, который подходит не только для лыжников, биатлонистов, но там многие грибцы, я знаю. Игровой большой зал, боксеры, по-моему, работают, там проводят тренировки, тяжелая атлетика. Там очень много, там и борцы, поэтому комплекс большой, большое количество видов может себя принять. Поэтому мы, ну, я думаю, что очень много там провели, и это дало нам не одну победу. Какие-нибудь болгарские слова, может быть, вы знаете? Пушка, оружие. У нас часто, когда салат шопский такой есть, да? Да, традиционный салат. Традиционный, да. Что еще? А головой научились крутить, наоборот? Вот, кстати, да, самое классное, когда говоришь «да», а у всех это не отозначает. Ты сам первое время терялся, да, но потом привыкаешь. Отлично. Россия и Болгария – традиционно дружные народы, братские народы, поэтому у нас прекрасные отношения, истории переплетаются, и очень рад, что мы до сих пор дружим и поддерживаем вместе отношения. Иван Черезов. Иван Черезов. Апарт-отель «Аквамарин», Болгария, город Обзор, первая береговая линия, ожидает вас в новом туристическом сезоне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова